Ты еще по полицейскому знаешь? Мы все-таки их победили Мы будем почаще выезжать И выявлять вот таких вот чмочников У мусоров попадут Если в деле воду Будет заверстить закон Эй, мусор, лови разнос У мусоров попадут Если в деле воду Будет заверстить закон Эй, мусор, лови разнос Мусоры, готовьте к силы Сейчас вас будут здесь очень красиво Эй, че ты встал сюда? Смотри, воду начинает Раз, два, три Это тебе не шутки Смотри, здесь стая Будут копы нагнуты Как проститутки Арифметика простая Эй, копчик, береги свой копчик Че они спустируют И, по-моему... А, да, вот это... Вот это, по-моему, Василин Вот это, по-моему... Он будет стучаться, интересно? Кольцо, господи... А? Смотри, какое... Кольцо? Блогеры были... Че ты так разговариваешь? Да я вижу... О, здорово! Давно не виделись Ты Василенко? Да, я Василенко Покажи Васильичину Я тебя не помню Я помню Тебя? Ну что, на камеру скажешь? Да, тебя я помню лично Тебя? Я тебя лично помню Ты меня? Да, держи Василенко Василенко Владислав Валентинович Да Водос! Водос приехал! Гостик нам! Ура! Все сюда! Ура! Все сюда! Ха! Я читал, по-моему... Че ты, блядь, знал? Че ты, блядь, знал? Че ты знал? Че ты знал? Че ты? Рассказывай, как ты... Да ты мне не тыкай! Я тебе еще раз объясняю Не тыкай! Я сегодня приехал, да? А че такая зухвала-повединка? Да не зухвала-повединка А я кое-что-повединка Можешь здоровьем Можешь? Старшили нас полиция будет Как в этом можно убедиться? Как в этом убедиться? Не знаю А ты, я вижу, Петросяне, шо или шо? Да ничего Шо, ничего Я не хочу Шо ты не хочешь? Ты остановил меня по причине какой А куда это самое? Я думаю, вас остановили за то, что вы нарушили разбитку 1-1 и узнали 4-1 Ты думаешь? Ты думаешь? А че вы думаете, а инспектор ничего не говорит? Вот таких надо бодрить им Я не хочу Я не хочу Я не хочу Говорит, с водосом общаться А че происходит? Где Василенко? Пусть подходит сюда Пусть Василенко подходит сюда Что значит щас? Они сзади встали там лежат Попроси хоть мой Витам, ну скажи ему В жесткой форме Эй, ты иди сюда Мы долго будем стоять Мы долго будем стоять А че вы там стоите? Подходите сюда В жесткой форме Мы можем подойти Где Василенко? Он нас остановил Куда он убежал? Что в уши долбишься? Или что плохо слышно? Пошли Давай выйдем Включай камеру А потом Ничего не соблюдаешь Ушел, встал, за машиной Прячешься Идешь себя непонятно А потом отошлешь Фотографию Потом Ваша службовая посвящена Какую страховку вы хотите поставить? Какую страховку вы хотите поставить? Она должна быть? Вы уверены? Вы уверены, что она должна быть? Можно ваше службовое посвящено? Я вышел, пожалуйста А вам знаете же Вы не можете его оставлять в посту Ваше посвящено Каким образом рассмотрели дело? Почему? Почему ты права зачитываешь Когда уже постановление выписано? Акжи Акжи Какой монаторий? А там ролик вышел Сочи Сочи Сорел нормальный? Есть желание Я не умучал, что зачем мне права зачитываешься Та! При чем он тут у лимит Почему ты нарушаешься? Подожди, подожди Подожди Послушай Та! Почему ты нарушаешься? Василенко как тебя? Владислав Скажи мне пожалуйста Когда я на громкой связи общался И когда Ты якобы начал взять справа Якобы начал взять справа Когда ты дошел до 268, а я думал, ты начал родить справа. Ты же прервалась связь. Слышь, у меня запись была непрерывная. Не знаю. Чтоб ты понимал. То, что у тебя там прервалось, это у тебя прервалось. А у человека ничего не прервалось. Так ты вот по хитрожопому, как последняя крыльца, срисовал его откуда-то данные. Понимаешь? Ну, ничего не срисовал. А что, он тебе предъявил что-то? Да, он показывал. Он мне соврал. Ну, наверное, я не знаю. Он мне соврал. Слушай, я думаю, тебя не раздражал. Да не слушай, ты мне на вы, блядь, называй. Ты не матюхайся по отношению ко мне. А что такое, мне запрещено? Толерантность проявлять тоже. Я спросил, ты дебил, блядь, или что? Это вопрос. Я задаю вопрос, ты дебил? Я не хочу. Да, да, нет, нет. Корректно. Это вопрос. Ну, так от чего ты тогда начинаешь бычку включать? Я не начинаю. Ты знаешь, что такое оскорбление? Я не утверждаю. Ты знаешь, что такое оскорбление? Ну, а зачем такой вопрос? Когда наличность переходит, вот это называется оскорбление. А я вам описываю. Да вам в 1179 запрещает вообще тыкать, блядь. Послушайте, Леонид, если вы нормально все, что вы включите? Я хочу, чтобы вы услышали. Я слышу прекрасно, у нас со слухом проблем нет, я нормально вас. А то, что вы подключите, я не знаю. Да поверь, легче становится. Ну, как можно было выписать постановление за крайний левый ряд? Ну, как? У тебя была видеофиксация, это его нарушение? Ты ему нарушение показал? На чем ты ему показал? Это нарушение? С видеорегистратора, да? С какого видеорегистратора? С машинами висит. В машине. 251 изучали? Через запятую. Передбачено законодавством. Передбачено законодавством. А у тебя что передбачено законодавством? Почему такое вопрос, я не пойму. Но ты подожди, ты же, вы же, под какой час розгляду? Он его приписюнил, приписюнил за 5 минут. Я нормально с вами разговариваю. Послушайте. Что? Он долго с вами стал, за 5 минут никто. Так за что, за крайний левый ряд? За крайний левый ряд. Просто право дорожное движение. Без розгляду справа. Я тоже сдвигался в крайнем левом. Что в одном, что в другом. То есть вы хотите сказать, это нормально? Послушайте. Я говорю только согласно правил дорожного движения. Так согласно правил дорожного движения водитель выбирает и швидкость, и размещение на... Нет, посмотрите, смотрите. Свободная полоса. Что мешает водителю двигаться на право дорожное движение? Там нет ям, пойдите посмотрите. Там яма. Пойдите посмотрите. Ну снимите на свою камеру, там наличие ям. Он увидел яму, он ехал в левом ряду заранее. А почему он дальше... Где он там развернется? Вопрос. Ну это уже как... В смысле? А что, на посту нельзя разворачиваться? Это его. Это его проблем. Что? Он перед постом стоит, чтобы ты понимал. А к вам можно сюда повернуть, чтобы ты понимал. Пост это не стоянка, не маня. Ну там посмотрите. Что, что, что? Твой автомобиль стоит служебный? Это служебный автомобиль. Территория тоже служебная. Смотрите, там дальше... Территория служебная? Это пост. Это пост, это не стоянка. А ну покажи, мне, пожалуйста. У тебя вот здесь отдадаток должен быть. Что ты понимаешь. Обращайся. Обращайся. Ты ж только можешь, блядь, по беспределу сделать. Я тебя знать не знаю, дружище. И вообще, ты мне не кент, блядь. Ты знаешь... О, в аддос приехал. Ты вообще меня знаешь? Знаю. Откуда ты можешь меня знать? Я тебе сейчас покажу, как ты прошлый раз номер разговаривал. Он говорил... Как, нежно? Не нежно. А как? И без номерного знака, как ты паниковал. Я паниковал. Паниковал. Да, прикрывал передний номерный знак. А мы остановили тебя всего лишь из-за того, что хотели сказать человеку. Он потерял номерный знак. Где-то... А, я у тебя еще прощение попросил? А ну покажи, где я прощение прошу. Да я в интернет скину посмотрю. А, ты еще в интернет скинишь? Все, блогер юный, да? Да, начинать. Будешь начинать? Посмотрим на вас тоже. Покажем, как вы действовали. Уже один, блядь, снимал был блогер, понимаешь? Ты же, я вижу такой, блядь, одел форму, думаешь, что все тебе позволено. Ну, ты вот понимаешь... Это законодательство. К какому законодательству? Это было на громкую связь общение с... Крайний влевый ряд, человек ехал, хотел, может, дальнейшую... Ты ПДД читал? 11.2, 11.5, о чем говорит? Я разъяснил этому человеку. Что ты разъяснил? Я разъяснил права и был проведен розгляд справы. Какой нахуй розгляд справы? На этом точно. Какой розгляд справы? Ты хоть понимаешь, что такое 277? Это не получится, я говорю. Да он уже получается. Приехали к дебилам, которые могут только людей бессильных, блядь, кошмарить. Ну, попробуй меня покошмарить. Получится у тебя в рамках закона. Я хотел тебе предупредить, что у тебя номерной знак пропал. Да меня предупреждать не нужно. Ты увидел, что я был за рулем? Нет, у тебя это затонировано. А что я? Ты увидел, что я был за рулем? Нет. Ну, а как ты мог меня предупредить? Скажи мне, пожалуйста. А я тебе скажу, дружище, если бы был бы не я за рулем, а какой-нибудь другой человек, которого ты даже знать не знаешь. Вы бы его тут дрочили, по полной не хочу. Нет. Слушай, ты фишка... Какому? Давай, действуй согласно законодательству. Я могу... Замогозначить. Материальный второй знак, я виноват. Нет. Восстановите потом. Подожди, ты сказал, что я четыре... Какой знак нарушил? Четыре-один. Четыре-один действует. Но я же нарушил, ты на камеру сейчас говоришь, что я нарушил правила дорожного движения. Знак четыре-один. У меня останавливал я. Я останавливал. Я останавливал, хотелось вам сказать, что у вас номерного знака переднего нет. Потеряли, наверное, по дороге, когда ехали. Ты мне скажи, кто из вас балабол? Вот из вас троих. Со мной общайся, они... Ну, подожди, он мне говорил, что я... Я говорю, общайся. Слушай, не бери на себя много. Он сам решает. Он же решает сам с ним. Я тебя остановил, верно? Я говорю еще раз, не тыкай мне. Так ты меня тоже на ты не... Я говорю, один от 79 не нарушай. Понял? На него же один от 79 не распространяется. Пожалуйста, не нарушай. Правильно? Слушай, я же... Да ты не рассказываешь, что кому делать. Ты сам делаешь все. Блядь, вообще уже с ума сходишь. Ты перегреваешься? Не знаю. А мне кажется, что ты перегреваешься. Судя по всему... Ты я вижу... Судя по всему он употребляет. А ты раскладки не раскладываешь, как коллеги, нет? Нет, таким не занимаются. Ну, просто похоже. У тебя модель поведения вот такая. Вокруг машины... Ты еще с чего против? Не понятно, как разобрать. А вас сколько, блядь, вас трое? И вы со стволами стоите. Ты начал с чего? Ты начал вообще совсем не с того. Я не согласен. Вместо того, чтобы представиться... Я не за нарушение поставил вас. Так и зачем ты махал вот этой штукой? Что это у тебя такое? Я не за нарушение остановил. Я остановил вас за то, что у вас переднего номерного знака нет. И хотел вам сказать то, что вы где-то потеряли. Нужно его остановить. Послушаю. Во-первых, какой я пункт... Я не разбавлю ее дело. Да нет, при чем тут дело? Никто же не говорит о деле. У тебя спросили, по какому пункту 35-й статье ты вот этой штукой махал? Ну, ты же на основании закона работаешь. Ты же сказал, что ты все по закону делаешь. Закон о полиции. 35-я статья. Какой пункт, согласно какому пункту ты махал этой штукой? Нет, вопрос. Нет, подожди. Постой. Вопрос. Кого? Кого ты уведомил? Кого ты уведомил? Постой. Куда ты пошел? Ну ты этой штукой махал или нет? Я вас остановил за это. Согласно какому пункту. Еще раз объясняю. Согласно какому пункту. Еще раз объясняю. Нет, ты же сказал, что я все делаю по закону. Ты все сказал. Я хотел человеку помочь сказать, что у него номерного знака. Слышишь, ты уже утром одному помог? Да, одному помог. Ты уже утром одному помог? Он решит проблему в Течнице. Да это ты должен решать проблему, понимаешь? Зачем ты создаешь человеку проблему? Ты что, думаешь, что вы, блядь, здесь совсем бесстрашные или что? Или ты думаешь... Да он уже идет, просто посмотрит на дебила, понимаешь? Василенко с первой роты, первого батальона. Ну пусть посмотрим. Ну пусть посмотрим. Конечно. Конечно пусть наслаждаются. Хорошо. А я буду наслаждаться, когда я буду мониторинг на тебя разную херню писать, понимаешь? Как ты себя ведешь? Как ты с людьми общаешься? Что ты на себя много берешь? Знаешь, таких, как ты, было очень много. Только, к сожалению, единицы, которые делают в рамках закона, не попадают в объективы, понимаешь? Единицы. А вот такие герои, слышишь? Ты никуда не поедешь. Кто тебе дал право решать судьбу? Щегол. Ты еще не дорос до того человека, с которым ты общался, понимаешь? Я говорю, ты щегол. Даже против меня ты щегол. Ты еще малолетка, которая одела форму и начинает здесь что-то доказывать мне. Слушайте. Все? Что ты? Все умеется. Как можно было выписать постановление, крайний левый ряд. Крайний левый ряд. Возраст он не дает. Послушай. Я тебе говорю за то, что когда были гаичники, они хоть были мудрые волки. Вы же, которые... Я тебе рассказываю про людей, про возраст. Я не понимаю, но он не уместен. Уместен. Вот я тебе... А я тебе объясняю. Те люди, которые... Вернее, студенты, которые закончили бурсу, техникум, они все куда идут? В эту гребаную полицию, понимаешь? Ты даже в структуре не был, ты даже не знаешь, что это такое. Ты еще даже порох не нюхал. И начинаешь здесь отстроить из себя героя. Поверь, нормальный полицейский никогда не будет делать конфликт. Никогда. Он всегда уйдет красиво. Ты же ебать. Кто вы такие? Тут блогеры побежали. Откуда ты знаешь, кто я, дружище? Ты меня знать не знаешь? Ты меня не знаешь? Кто я и шо я? Не знаю, кто ты и что. Откуда ты меня можешь знать? Откуда ты можешь знать? Ну откуда? Скажи хоть какую-то информацию обо мне на камеру. Если ты меня так знаешь. Ну какая у тебя есть информация? Мне интересно разъяснение. Ну а как ты можешь... Мы хотим дойти, объясним. Да я говорю, чтобы ты хотя бы в свою башню вбил, что не надо на рожон лезть. Хорошо. Шо ты хорошо, короче? Добро. Шо добро? На рожон лезть. Я тебе просто объясняю. Если вы будете такой херней заниматься, ну вы будете просто бумагу терпеть. Именно бумагу терпеть. И поверь, я думаю, твоя карьера полицейского очень быстро закончится. Ты сомневаешься? Не надо пугать пуганого. Ты сомневаешься? Занимайся. Ты скажи, да или нет? Ты сомневаешься? Я не буду на этот вопрос отвечать. А че, ты очкуешь или что? Я не хочу. Или ты в моих возможностях сомневаешься? У меня нету желания отвечать на твои вопросы, в общем. Так подожди, ты тут, блядь, как клоун бегал, кричал. А, пацаны, здесь все блогеры при... Нормальной полиции, запомни, если даже останавливают, он ведет себя очень культурно. И никогда ты в свою сторону не получишь ни от блогера, ни от адвоката, ни просто от обычного человека в свою сторону неадекватную, вернее, ответ. А я так ответил, потому что ты так заслужил. Потому что мне хватило... Мы в прошлый раз уже с тобой общались... Когда? 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 Я тебе не помню. Мы уже пообщались с тобой неоднократно. И в итоге ты уехал снова с пустыми руками. Контента не будет, мужики. А с какими руками я должен приехать? Контента не будет, мужики, поясни, что... Да как ты мог выписать постановление крайний левый ряд? Тут мне голову не укладывается. Да мне достаточно... Причем тут ПДД Украины? Причем тут ПДД Украины? Скажи, если вы нарушаете, вас никто не привлекает, человек едет, крайний левый ряд, может, яму объехал, может, дальше повернуть хотел, потом развернуться хотел. Все что угодно может быть, правильно? Ты у него пояснение взял? Он не в розыске, он нигде ничего, никак. А ты у него просил? Все. Ребята, вы посмотрели все и поехали. Какое? Зачем постановление писать? Мне интересно. Мне интересно. Зачем писать постановление? Ты хочешь сказать, что ты такой правильный, ты будешь писать постановление за то, что нарушают? Думаешь, мы у тебя нарушений не сможем найти? Находи. Ты понесешь ответственность? Ты понесешь ответственность? Да нет, конечно. Подожди, ты говоришь, что ты правильный такой. Вот если будет видео, ты нарушишь, достанешь, вот так положишь, скажешь ему оформляй. Вы же обычно говорите, пацаны, ну бывает, ну не заметил, ну что-то еще, что-то еще. Я тебе просто объясню. Вот конкретно из-за тебя, одного дебила, будет страдать вся рота. Вот увидишь это. Ну что ты хорошо, короче, ебать. Ты даже не понимаешь, что я тебе рассказываю. Пойми, таких героев очень много. Нас очень много, вас очень много, но только есть одно, одно но. Правда на нашей стороне, не на вашей. Знаешь почему? К сожалению, к сожалению, я всем запрещаю, даже ни в коем случае, какой бы полицейский не был, какой бы мусор бы не был, не важно. Ни в коем случае нельзя трогать пальцем. А вот тебе и твоим коллегам, блядь, позволено все. Вы не то, что человека можете в пол положить. Ты ему можешь, блядь, в пол, даже, чтоб человек умрет, блядь, от твоих телесных повреждений. Понимаешь? Дай бог, чтоб это, конечно, не с вами это не было, чтоб у нас в городе Харькове такого не было. Понимаешь? И понимаешь, и вас потом, ну что, тебя, блядь, посадить не посадят, а человека, ну, не станет. Ты его избил, все. Что максимум сделал? Ну, сужебку проведут. Знаешь, почему сужебку проведут? Да потому, что, к сожалению, не у каждого человека есть финансовое обеспечение, чтобы можно было оплатить адвоката. Понимаешь? А у тех, у кого есть финансовое обеспечение, поверь, полицейские страдают очень нормально. Очень нормально страдают. Я тебе просто объяснял, не надо лезть за лупу. Ты залазишь все глубже, глубже, глубже. Я тебе говорю, год, два, неважно, это будет пять лет. Вот сколько ты будешь служить, столько и будут приключения получаться. Понимаешь, если бы он служил, ты бы тогда не выписал постановление о крайнем льду. Это больше всего и бесит, вот в натуре. Вот если получится, где-то пересечемся, пересечемся, Харькова одна большая деревня. Да он не постоянно, он не на постоянном. Нет, ну мы по-любому где-то что-то. Если ты действительно говоришь, ты вот готов вот так, как говоришь, все четко в рамках закона, если мы действительно, как будем говорить так, выявим твое правонарушение, где-то или твоих коллег, и ты выпишешь постановление тогда. Правильно? Ты выпишешь на коллегу постановление? Ты выпишешь постановление? Ты выпишешь постановление? Подожди, это в рамках закона. Если человек нарушил, он должен понести ответственность. Правильно? Да, только там немножко не так. Нет, нет, подожди, я вопрос задам. Если человек, если человек... В начале будет служебное расследование, в рамках служебного расследования, если вина будет признана, конечно, он понесет министративного действия. Конечно. Как ты думаешь, если мы захотим, у нас это получится? Нет, вопрос не в этом. У нас получится. Просто говорите, мы же не на общих началах хотим. А теперь я тебе объясняю, 14 статью Купапа еще никто не отменял. У нас идет сначала дисциплинарное, сначала идет... А если бы хоть что-то вышло, толк от вас было? Так толк от всего времени никакого. Я говорю, если бы хоть какие-то движения были. То есть я к этому веду, что ты человека огородил фишками и говоришь, ты никуда не едешь. И все. Не, ну шоу было бы нормально, если бы вы там поломали, вытащили вообще. Это просто... А кому это шоу нужно? Это бенч был бы. А кому это шоу вообще нужно? Ну я же думаю, если бы вы огородили транспортное средство человека. Нет, там немножко по-другому. Там право дорожного движения, если человек совершает наезд на любую ПРШ-коду, то уже считается ДТП. А зачем вы поставите? Шо, шо? Если он наехал на фишку твою? На ПРШ-коду, да. Наезд на ПРШ-коду, да. А теперь вопрос. Теперь вопрос. Каким нормативно-правовым актом... Какими правовыми актами ты действуешь, когда применяешь фишки? Не понял вопроса. На основании чего ты оградил человека фишками? И что это за фишки? В таком случае я так понимаю, что происходило рассмотрение дела. Человек хотел уехать с места. Фишки на основании чего используются фишки? Конусы, конусы. Так я тебе скажу, даже если бы он сбил твою фишку, ты не смог бы ему оформить 124-й друг. Почему? Это на усмотрение суда дальше будет. Я составлю протоколы, фиксирую то, что происходит, то, что я вижу. Все. Не более. Дальше на усмотрение суда... И читаем. О твоих фишках. А ну прочитай. Давай, прочитай 15-15. Прочитай. Значит так. Друзья, ну к сожалению у меня камера не вовремя села. Значит мы приехали на пост в Красноград. К этому непосредственно инспектору Василенко, который решил возомнить из себя Бога. Естественно было у нас куча очень нарушений. И вы сами видели как он себя вел. Он нас или меня предупредил по малозначности. Запомните. По малозначности у нас такого в принципе и нет. Так вот, если Вас, не дай Бог, будут останавливать на посту Краснограда, обязательно пишите в группу Надзор Харьков. Ссылочка в описании. И не забудьте подписаться в наши группы в инстаграме. Там тоже очень много информации. И вдруг Вы не можете с нами связаться. Вы можете как в телеграм, так и в инстаграм написать. Ну а также Вам нужно обязательно подписаться на мой канал. И также есть в описании почты. Поэтому, друзья, будем дальше. И сейчас немножко и будем дальше ехать помогать людям. Ну а Вы знаете что делать. Ставим лайк и подписываемся на канал. Ну как-то так.